Всем привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня мне пришлось умыться перед записью этого видео. Зачем? А всё потому, что одну из посылок, которая мне пришла, нужно носить исключительно на чистое лицо, как и все продукты подобного типа. Начну я с самой маленькой посылочки, которая мне пришла. Это вот такая цепочка. Я её тоже заказала с Алиэкспресс, и выглядит она, честно говоря, как макаронинка. По идее, на ней написано Love, и она была, по-моему, в двух или трёх цветовых вариациях. По-моему, в двух. Цепочка, вроде как, довольно крепкая для подобной бижутерии. Выглядит, в принципе, удобоваримо, но я полагаю, что если она соприкоснётся с водой, то, как и большинство бижутерий данного типа, проступит, так сказать, её медная душонка. То бишь, она покраснеет, и весь вот этот вот золотой цвет с неё сойдёт. На самом деле, мне пришло их две штуки, так что, скорее всего, одну из этих штучек я разыграю среди подписчиков. Я понимаю, что стоит она недорого, и что вы сами можете её купить, но, во-первых, когда достаётся бесплатно, это всегда приятно, а, во-вторых, я хочу как-нибудь ещё, помимо комментариев, с вами повзаимодействовать. И я, конечно, понимаю, что такие вещи не всем будут интересны, но как только у меня будет чуть больше денег и чуть больше возможности разыгрывать что-то получше, что будет интересно не только для женского, но и для мужского пола, я обязательно буду это делать. Вторая посылочка, которая ко мне пришла, это тональный крем. Пришёл он в очень помятой упаковочке, вот, вот, вот. Она была со всех сторон открыта, но главное, что её наполнение не пострадало. Сам крем выглядит вот так. Итак, это либо пародия на Тони Молли, потому что обычно у Тони Молли вот такая упаковочка, но тут, соответственно, должно быть написано Тони Молли, а тут написано Мэн Шиу, я не знаю, как это читать, абсолютно не знаю. И я заказывала самый светлый тон, и вот по тону оно, кстати говоря, действительно самое светлое. Наносится она, как вы видите, довольно неплохо, почти перекрывает цвет кожи, жиденькая, кремообразная, но, думаю, на лице она будет смотреться, ну, может быть, чуть-чуть получше. Но всё-таки я её попользуюсь, и узнаю, будет ли от неё какой-то негативный эффект, или, может быть, какой-то положительный, потому что от некоторой косметики, которая заказывала на Алиэкспресс, всё-таки какой-то положительный эффект был. Вклинить в этот ролик из другого дня. Просто мне пришло ещё три посылки, и я хочу сделать выпуск как-нибудь побольше, и чтобы там было побольше вещей. Итак, ещё одна посылочка, которая мне пришла, я не знаю, что пришло, поэтому я сейчас буду раскрывать и узнавать. Я совсем даже не помню, что я это заказывала. Это что вообще? Смотрите, какая тут коробочка. Давайте посмотрим, что. Написано Sextyple Concentrated Aloe Gel. То есть какой-то концентрированный алоэ гель. На ней есть вот такая штучка. Я её сдвинула пальцами нечаянно, извините. И вау! Всё непонятное машно лицо. Это 100 подняк для лица. Пахнет оно приятно, как некоторые мои свечки, очень водянистые, и что-то оно у меня не впитывается. Оно же, по идее, должно впитываться, правильно? Я думаю, если что, я смогу эту штуку использовать для укладки бровей. Кстати, по-моему, это та вещь, которую я заказывала на Алиэкспресс с добавлением улиточной слизи. Но вполне возможно, что нет. Я ещё посмотрю. Хотя, по идее, да. Ещё одна посылочка. Она какая-то прям слишком-слишком мягкая, но довольно большая. И я подозреваю, что это... Шапочка. Нет, мои подозрения не оправдались. Потому что это вот такой вот браслетик, который, если вы захотите, я, опять же, могу разыгрывать. Я не очень люблю... Я не очень люблю белый цвет, и поэтому, скорее всего, его носить не буду, но заказала для проверки качества. Если вы не против, я его распакую. И выглядит он вот так, как стандартные портачки в татушках. То есть, ласточки, древо жизни и знак бесконечности. Самое популярное тату. На ощупь это, разумеется, кожзам. Опять же, какая-то верёвочка-бечёвочка, хотя вполне возможно, что она тоже сплетена из кожзам, потому что на ощупь фактически идентично. И я очень удивлюсь, если это будет хлопок. И ещё одна посылочка. Я догадываюсь, что это. И я очень надеюсь, что это то, о чём я сейчас думаю. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы не поверите, это тушь. Она белая. Я её искала где-то лет шесть, наверное. Ещё с того момента, когда я не знала, что существует такой прекрасный сайт, как Алиэкспресс. Но и в некоторых случаях на Алиэкспрессе меня тоже ждало разочарование, потому что как-то раз я заказала белую тушь, там было написано, что это белая тушь, а мне пришли просто волокна. Просто волокна. Ну, типа для удлинения ресниц. Ресницы покрываются тушью, наносятся волокна, и ещё слой туши. И вроде как они выглядят пышнее, их, кажется, визуально их больше становится. Давайте. Настал момент истины. Она белая. Абсолютно белая. Давайте сейчас её накрасим глаза. Как вы можете заметить, она действительно видна. Правда, наносится не так просто, как хотелось бы, но всё равно. Но проблема в том, что она ещё не высохла. Так что вполне возможно, что она может использоваться для нанесения каких-то, не знаю, блёсток, может, как раз-таки тех самых волокон. И надо просто поэкспериментировать. Но в целом тушью я более-менее довольна. Сейчас ещё посмотрю, как она будет застывать. Потому что если она не застынет, то нафиг такую тушь. И последняя посылочка, которая мне пришла, это вот такая маска. Маска для лица фирмы Bio Aqua. И по моему опыту, эта фирма производит весьма неплохие такие продукты для лица, для кожи. И мы её сейчас попробуем. Запах у неё весьма специфичный. Прям весьма-весьма. Но он не противный. Маска выглядит, как обычная салфеточка. Она очень-очень увлажнённая. Дратати. Надо было её заказывать на Хэллоуин. Всё. Я красотка. Улажнена она настолько, что с неё капает, и прям-таки вот вообще вот все пальцы в этой маске. Я красотка, да? По-любому. К сожалению, есть один маленький нюанс. Моё лицо слишком маленькое для этой маски. Вообще, честно говоря, мне кажется, что товары такого типа надо использовать либо с какой-то периодичностью, потому что от... Потому что от одного применения никакая маска не даст нормального эффекта, такого прям заметного. При том, чтобы он держался долго. На один раз, может быть, это даже подойдёт, и всё будет хорошо. Надеюсь, всё будет хорошо. И на упаковочке пишут, что её надо держать 20 минут на лице. Вот, кстати, оборотная сторона упаковочки. Я надеюсь, я вас не слишком пугаю таким своим видом. Так что я надеюсь, что от меня сейчас не пойдут массовые отписки только из-за того, что я снимаю вот это вот. Но зато здесь есть маленький плюс. Если вы не будете знать, что сделать на следующий Хэллоуин, вы можете просто заказать такую маску и спокойно идти куда-нибудь. И вот у вас уже будет... И вот у вас уже будет и грим, и увлажнение. И все такие, ой, ты такая оригинальная, посмотри, в чём ты пришла. Никто так же не сделал. И ты такой, о, да, детка. Слава, популярность. Ощущение, что я беду. И вот прошло, по-моему, уже минут 30, и я сейчас буду снимать эту маску. Ну как, я освежела, стало моложе. Честно говоря, жидкость, которая пропитывает эти маски, она застывает и становится такой липкой-липкой. И по-хорошему то же самое сейчас будет с моим лицом. Блин, а классная салфеточка. Даже жаль такую выкидывать. Но вполне возможно, что сейчас пройдёт минус 5 и она подсохнет. Может быть, получше впитается и не будет липкой. Я смогу нанести макияж. И может быть, может быть, я не говорю, что так оно и будет, но вполне возможно, что тональный крем ляжет ровнее, там пудра ровнее ляжет. Я надеюсь, что это видео было полезно по крайней мере женской половине. Хотя пришло мне не так много и я не так много в этом видео сделала. Но всё же это хоть какая-то информация и хоть что-то проверенное более-менее. Поэтому, если вам было полезно это видео, то ставим лайки. Если вы хотите видеть больше именно таких видео, вы можете написать об этом в комментариях. Но я думаю, что такие видео не очень полезны, поэтому я буду снимать больше видео другого формата, скорее всего. Напомню, что разворачиваем в описании. Смотрим, чем я ещё там занимаюсь. И если вам будет интересна какая-то из других сфер моей деятельности, вы можете подписаться на канал в комментарии, какая сфера деятельности вам больше интересна. И всем спасибо за просмотр и всем пока!